Вокзал это лицо города, а в Сургуте лицо со шрамом. Этими словами нашу съемочную группу на привокзальной площади встречал Сергей Глинских, создатель проекта «Город дорог». То, что дождеприемники на недавно отремонтированной магистрали явно не соответствуют ГОСТам, было очевидно. И линейке не потребовалось, чтобы понять, что их глубина явно превышает все допустимые нормы. Чтобы быть честными перед собой и перед зрителем, приборы мы все же достали. Чего и следовало ожидать. Проваленные они оказались более чем на 10 сантиметров. При всем при этом, решетки здесь должны быть монолитные из чугуна. А то, что вы можете наблюдать на картинке, к вышеописанным требованиям подходит вряд ли. Этот проезд для общественного транспорта у привокзальной площади в 2015 году ремонтировала компания «Северавтодор». Дождеприемники располагаются прямо у тротуара. Непосредственно в тех местах, где либо проезжают или останавливаются автобусы, или из транспорта выходят люди, причем зачастую с чемоданами и тяжелыми сумками. Кое-где в этих углублениях застыла вода. Видимо, они засорились. В общем, ситуация по ощущениям так себе. Эта дорога на гарантии еще два года. Так что подрядчик должен устранить нарушения за свой счет. Второй точкой нашей инспекции стал перекресток профсоюзов и Лермонтова. Его ремонтировал тот же «Северавтодор». Правда, до конца гарантийного срока осталось всего ничего. Истекает он в этом октябре. Здесь мы обнаружили традиционную калийность в районе 4 сантиметров. Во вторник Сергей Глинских отправится на встречу с Константином Карпеткиным, директором департамента городского хозяйства. На ней определяют, в каком формате будет происходить сотрудничество администрации и общественников в рамках контроля за подрядчиками. Кстати, не прошли мимо познаний Сергея Глинских о тонкостях дорожной и ремонтной кампании и в Думе Сургута. Надежда Александровна Красноярова, председатель Думы, позвонила, пригласила принять в их контрольных мероприятиях, потому что и Дума, и контрольная счетная палата тоже участвует в таком мониторинге по ремонту дорог. Вот я приехал, посмотрел, в общем, поговорил и с представителями Думы, и с представителями дорожников. И я предложу Думе тоже сотрудничество в рамках этого проекта. С этого дня мы будем ждать и ваших сообщений о нарушениях в ходе ремонтной кампании улиц. Если вы заметили, что где-то не установлены предупреждающие знаки или же подрядчик, отфрезеровав асфальт, оставил слишком высокую ступеньку для авто, смело фиксируйте все на камеры мобильных телефонов или видеорегистраторы и присылайте нам на редакционную почту с пометкой «Город дорог». Адрес вы видите на экране. Также можете оставить сообщение на сайте городдорог86.рф в комментариях под голосованием о причинах колейности. Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.